Доброе утро! Доброе воскресное утро, уважаемые друзья, уважаемые зрители моего простого и скромного канала. Сегодня необычный день и мой монолог будет именно об этом дне, а именно сегодня прощенное воскресенье. Вот, принято в этот день просить прощения у многих, у большинства, даже, я так понял, не осознавая того, сделали ли мы в течение года кому-то больно или обидно, все равно нужно попросить прощения. И обычно оппонент говорит, Бог простит, а я прощаю, или я тебя прощаю, и ты меня прости, и так далее, и так далее. Я в какой-то период времени почему-то не знал об этом празднике, но был в моей жизни, друзья, случай, когда я вообще начну издалека, какой я человек. Если я не прав и мало ли что, с горяча что-то сказал или с горячей головой, так сказать, кого-то обидел, не осознавая этого, я потом мучаюсь, не нахожу себе места, пытаюсь попросить прощения, наладить как-то контакт и впредь стараться больше не делать так. Ну, жизнь, есть жизнь, друзья, мы все со своими тараканами, и ведь ничего не стоит попросить прощения и снова идти дальше вместе по жизни с этим человеком. Если он для тебя дорог, если тебе дорого внутреннее спокойствие, то я думаю, вы меня понимаете, о чем я. Вот в моей жизни был случай, когда, значит, у меня был очень хороший, ну и почему был, и есть очень хороший, замечательный друг, вот, и мы были не разлей вода, он у меня немножко старше, вот, он тоже козерог. Козероги люди такие упрямые, в общем, ну мы были не разлей вода с ним, дружили, проходили и огонь, и воду, как говорится, и медные трубы. И жизненные обстоятельства так, так все начало происходить, что мы поругались. В этой ситуации был я прав, он был не прав. Это сто процентов, я не буду вам пояснять, что именно произошло. Но он был не прав. Сделал мне очень обидно. И тем самым мы не только перестали общение, но и перестали даже здороваться друг с другом. Месяц за месяцем, даже несколько лет уже прошло, люди стали спрашивать, задавать вопросы неудобные. Почему, а что, мне так не хотелось об этом говорить. Я практически это все держал в себе и ни с кем не делился. Хотя я такой человек, я должен обязательно с кем-то поделиться. Я не могу в себе держать это все. Вот так я устроен. И в конце-то концов, именно упрощенное воскресенье, я отправляю ему сообщение на телефон. Смотрю, не заблокировал. Сообщение доставлено. Он прочитал, ответил мне тоже взаимностью. И с того момента у нас восстановился контакт, опять возобновилась дружба. Мы сделали выводы вдвоем. Ведь мне не сложно было первым, а я попросил у него прощения. Друзья, все это я к чему говорю, рассказываю. Не надо долго держать в себе ничего. То есть, если для тебя человек дорог, то даже если он не прав, через какой-то период времени можно переступить через себя и попросить у него самого прощения или пойти на контакт и восстановить дружбу. Если, повторю, человек для тебя дорог. А вообще, мы так устроены в этой жизни, что сегодня мы попросим у всех прощения. Все нас простят. И тем самым сделаем себе на душе облегчение. А в понедельник, во вторник, или даже уже в среду, на следующий понедельник, мы под суетой наших дней, в рутине вот этих всех обстоятельств, снова будем делать какие-то, не осознавая того... Вон, человек побежал, спортсмен, и я когда-то так по утрам бегал. Класс. Не осознавая того, делаем какие-то нехорошие поступки, словами какими-то бросаемся, тем самым обижая человека. И надеясь, что упрощенное воскресенье нас простят. Я призываю к тому, друзья, чтобы мы не дорожили дружбой обязательно, не делали никаких моментов таких нехороших. А если их сделали, это жизнь, особенно в наше сейчас время, в обстоятельствах, стрессовых обстоятельствах, ситуациях. Мы можем и сказать что-то грубое, острое, и сделать что-то. Но потом лучше попросить, друзья, прощения, и снова восстановить дружбу. И тем самым вы уберете и тягость на душе, и дружба станет еще крепче. Поэтому, друзья, я призываю к дружбе, к душевному спокойствию. Вот, я иду сейчас в церковь, направляюсь. Поправляюсь. Вот, хочу родителям поставить свечу за упокой. Посижу немножко. Может, там мне... Для меня есть какие-то задания, так сказать. Батюшка-то мне с матушкой. Иногда спрашивают, могу ли я то-то сделать. Ну, не я, наше производство. Я говорю, допустим, могу. И делаю тем самым. И делаю маленькое доброе дело. В общем, иду в церковь, друзья, посижу, помолюсь. Вот, с прощенным воскресением всех. И, быть может, я кого-то обидел, где-то что-то не так сказал. Тоже простите меня, не судите строго. Вот. Пусть всех Господь прощает, друзья. И всех вам благ, здоровья, добра. Вот, смотрите, какая собака интересная. Я ее уже видел. Вон, какая собака. Какая красотка. Вот так вот. В общем, друзья, всех вам благ, хорошего воскресенья.